День Победы Которая далась такой дорогой ценой смотрите в нашем сегодняшнем выпуске Что такое война? Это узаконенное право на убийство Это память священна! Колонна бессмертного полка прошла по Десногорску Желаю нашим ветеранам и труженикам тыла здоровья, счастья и благополучия Митинг на Кургане Славы Этот праздник, он вызывает трепет души за то, что ветераны подарили нам чистое небо над головой Праздничная программа, посвященная 74-й годовщине Великой Победы Вечерний концерт на городской эстраде В сотнях городов России 9 мая прошла акция «Бессмертный полк» По подсчетам полиции в ней приняли участие более 10 миллионов россиян Границами нашей страны шествие не ограничилось В этом году впервые мероприятие состоялось в Северной Америке По улицам Торонто прошло 5000 человек с памятными табличками В Нью-Йорке 2000 Городам-участникам также присоединились Словения, Гонконг, Аляска, Никосе И еще много мест в разных уголках нашей планеты А как шествие прошло в Десногорске, смотрите в нашем сюжете Патриотическое шествие «Бессмертный полк» уже в шестой раз проходит по всей России С каждым годом привлекает все новых участников не только в нашей стране, но и в мире Свою лепту традиционно внес и Десногорск Сегодня эта людская река родилась по улицам Десногорска И стар и млад, плечом к плечу, выражает свою дань героям той самой войны Более тысячи горожан в едином порыве прошли по городу, неся в своих руках портреты своих родных и близких В такие моменты ощущается особое теплое чувство единства горожан, гордости за свою страну и за свой род Хотелось бы, чтобы это продолжалось всегда, пока мы помним что-нибудь Они будут жить и никогда не будет войны, будем на это надеяться Что такое война? Это узаконенное право на убийство и быть убитым в любой момент Это вообще ужасно, это настолько противоестественно Самый великий праздник для всего человечества Ветераны, представители городских организаций, школьники и все неравнодушные Прошли единой колонной от второго микрорайона города до Кургана Славы Торжественное шествие призвано сохранить память о Великой Отечественной войне О всех тех, кто боролся за освобождение нашей Родины и победил Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Григорий Ширин, Светлана Разганова, Десна ТВ Курган Славы, увенчанный огромным обелиском звездой Посвящен памяти воинов, которые пали в боях с немецко-фашистскими захватчиками 9 мая жители нашего города с цветами и гордостью в сердце пришли почтить подвиги героев Праздничную колонну бессмертного полка на Кургане Славы Встречали непосредственные участники Великой Отечественной войны Октябрина Андреевна Кононенко, Александр Алексеевич Четверяков Николай Кириллович Тимофеев, Андрей Никонорович Седько Открыл торжественный митинг глава муниципального образования Десногорск Подполковник в запасе Андрей Шубин В этот знаменательный день от имени всех жителей нашего города Желаю нашим ветеранам и труженикам тыла здоровья, счастья и благополучия С приветственным словом присутствующим также обратились представители организации города и духовенства В этот день мы слоняем головы в память тех миллионов людей, которые защитили мир от фашизма Мы призываемся в эти дни к сугубой молитве о тех, кто отстоял, а после войны выстроил и поднял из руин наше Отечество На Кургане Славы в этот день завершился традиционный велопробег работников атомной электростанции корпорации Росатом По маршруту Нововоронеж-Десногорск спортсмены преодолели 900 километров, подлагая цветы по местам боевой славы Также на митинг прибыли легкоатлеты Участники забега Коски-Десногорск своим поступком напоминают о мужестве и патриотизме нашего народа Праздничная атмосфера была подчеркнута выступлением творческих коллективов города Возложению цветов предшествовало выступление школьного сводного хора Десногорска под руководством Елены Парамоновой После этого были возложены цветы к могиле неизвестного солдата, к братским могилам на поле памяти и к могиле Кати Косаревой Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Григорий Шилин, Виталий Степанов, Светлана Дозганова, Десна ТВ Праздничная программа 9 мая продолжилась на городских площадках Для горожан были организованы различные мероприятия, на которых побывала и наша съемочная группа На площадке возле реабилитационно-здоровительного и досугого центра Смоленской АЭС Горожане приняли участие в праздничной программе «Перрон Победы» В военной форме и одежде того времени радостные юноши и девушки танцевали под любимую смуглянку А на сцене талантливые десногорцы и приглашенные артисты в своем представлении воссоздали целую эпоху С большим задором житель Десногорска сотрудник Смоленской АЭС Андрей Моисеев исполнил известную песню «Пора в путь дорогу» Проявить свое видение праздника в рисунках предоставилась возможность юным десногорцам Ребята цветными мелками разрисовали огромную площадь Танки, самолеты, салют и незыблемая фраза «С Днем Победы» до сих пор украшают асфальт Мастер-классы по сбору настоящего оружия особенно понравились молодежи Поддержать в руках винтовку мог каждый желающий Не остались горожане без спортивных соревнований Веселые эстафеты ждали ребят на спортивной площадке реабилитационно-здоровительного и досугового центра Также дети могли пробежаться по канатной дорожке, проползти по канату и попробовать свои силы в других эстафетах Скучать в этот день было некогда, ведь город отмечал Великий День Победы Вспоминали горожане и о своих погибших родственниках, отдавая им честь и поклон У меня погиб прадедушка в 1944 году, 17 августа, под Варшавой Он был по званию сержант, командир башни танка Т-34 Мы продолжаем также его поиски, найти пока мы его не можем Праздничные гуляния продолжались весь день И каждый здесь мог найти развлечение по душе Виолетта Ефименко, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ Вечером 9 мая в Десногорске состоялся праздничный концерт В этот день многочисленные слова благодарности ветеранам за мирное небо над головой За счастливое детство, за спокойный сон, за крепкую страну звучали повсюду А известные всем военные песни, которые исполнили городские коллективы на сцене, горожане пели все вместе Открывал концертную программу народный коллектив ансамбль русской песни «Сударушки» Подхватил эстафету коллектив казачьей песни «Вольная станица» Праздник был душевным и теплым, и несмотря на дождливую погоду, настроение у десногорцев было солнечным Сегодня прекрасный день, день победы И я хочу всем людям пожелать здоровья, счастья, чтобы они никто не болели, не душевно, чтобы во всей семье была радость, покой И с Днем Победы всех очень хорошо, когда у нас мир над головой Большинство из присутствующих имеют свою историю, связанную с войной Они с гордостью делились боевой судьбой своих прадедов У меня два прадедушки, они были на фронте И вдвоем были на одном фронте, Белорусский фронт, в войсках Рокоссовского воевали Один дошел до Праги, другой в Белоруссии остался Ну, их уже, к сожалению, нет живых, но я их помню Продолжил концертную программу образцовый вокальный эстрадный коллектив «Калибри» Диана Байбарина исполнила песню «Письмо, пришедшее с войны» Александра Бурдова «Песню молитва» Много проникновенных песен подготовили артисты для десногорских зрителей в тот день О хорошем настроении горожан заранее позаботился Центр культуры и молодежной политики Центр культуры и молодежной политики приготовил сегодня замечательный концерт Который был наполнен огромным количеством патриотических песен Великим духом, духом победы Еще раз с праздником, дорогие десногорцы! Ровно в 7 часов вечера на площади возле городской эстрады наступила тишина Остановись! Подумай, какой ценой завоевано наше счастье! Объявляется Всероссийская минута молчания! После того, как город почтил память участников той войны минутой молчания Поздравления и праздничная программа продолжились Порадовать десногорцев своим творчеством Приехали и гости из города Героя Смоленска Ансамбль патриотической песни Троссера Завершили концертную программу поздно вечером После чего долгожданный победный салют Озарил мирное небо над Десногорском И даже проливной дождь не испортил тот день Большой праздник и яркий салют В честь Великого Дня Победы Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Юлия Соболева, Светлана Розганова, Десна ТВ И о погоде 14 мая в Десногорске переменная облачность Возможен дождь Температура днем около 16 градусов тепла А ночью до плюс 12 На сегодня это все новости Больше интересного на нашем сайте А также в наших официальных группах В социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьев До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok